Несколько дней назад нашему волонтеру раздался звонок, голос в трубке сказал «Тут кто-то сбил собаку, я отащил ее на обочину, она истекает кровью, нужна срочная помощь». Волонтер была на работе, да и машины у нее нет, чтобы срочно сесть и поехать. Тогда в группе ВКонтакте был размещен пост. Ведь спасение животных – это общая задача и каждый может помочь, было бы желание. Пост в группе увидела неравнодушная девушка и вместе со своим мужем отправилась на место. Когда они нашли собаку, то ахнули, лужа крови и лапы в хлам. Какой-то лихач на полной скорости сбил собаку и умчался вдаль, даже не остановившись. Не оказал первой помощи, не отвез к ветеринару, хотя все произошло не так уж и далеко от клиники. Наверное не хотел пачкать салон, а быть может и вообще не думал о чем-то. Сбил и уехал. Это же просто собака. Бездомная собака. Срочно погрузив животное в машину, они поехали в ветеринарную клинику. Собака плакала от боли. Вытащить из машины ее оказалось невозможным. Тем более люди, решившие помочь, совсем не имеют опыта, они просто жалились и отвезли собаку в клинику. Чтобы достать ее из машины, пришлось вытаскивать сидение и вместе с ним нести к доктору. Наш ветеринар оказал первую помощь, вколол обезболивающие препараты. Сделали рентген. Оказался сложный перелом тазобедренного сустава. Плюс рваные раны. Нужна операция и специальные пластины, которых нет в нашем городе. Поэтому, было принято решение везти собаку в Орел. Там есть нужное оборудование и условия для стационарного ухода за такими сложными пациентами. Собачка, которую назвали Жуля, перенесла дорогу стойко. Спасибо нашему доктору за то, что обезболил и малышке не было больно. В Орловской клинике пока оставили в стационаре. Операция серьезная и будет стоить дорого. У нас совсем нет возможности оперировать собаку. Но что делать? Усыпить? Нет. Мы не можем пойти на такой шаг, учитывая, что у Жульки есть все шансы встать на лапы и побежать. Ясное дело, что после операции она останется на передержке, уже никто не выпустит ее на улицу. Купили в стационар корм для нее. К сожалению, Жули очень долго там придется пробыть. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.